USB тестер может вам пригодиться, например, для проверки своих смартфонов, аккумуляторов, пауэрбанков, для тестирования кабелей, проверки зарядных устройств. Например, правда ли они поддерживают режимы быстрой зарядки, такие как QuickChart 2.0.3.0 и так далее. Аккумуляторы можно проверить на емкость, можно проверить токоотдачу. В общем, USB тестер – такой универсальный помощник для пользователей мобильных устройств. И сегодня у меня для вас на обзоре USB тестер последнего поколения от компании FNIRSI, которая известна своими различными измерительными приборами, модель FNB58. Приходит с такой презентабельной упаковки, сзади есть характеристики этого USB тестера, измеряет напряжение от 4 до 28 Вольт, ток от 0 до 7 Ампер, мощность до 120 Ватт, а емкость аккумуляторов замеряет аж до 10 000 Ач. Ну что ж, пора время вскрывать коробку, и вот он наш красавец. Это реально один из самых больших USB тестеров, которые, наверное, существуют на рынке. Инструкции, конечно, в комплекте нету, поэтому будем разбираться сами. Сразу отклеим пленку, чтобы не мешало. Ну, так сказать, с виду сделан очень качественно. Металлический корпус, большой, наверное, одних из самых больших на рынке USB тестеров дисплеев. Давайте посмотрим, какими разъемами обладает этот USB тестер. Ну, снизу отличий от прошлого поколения 48-й модели нету. На вход разъем Type-C и microUSB, и один на выход Type-C. Справа выключатель Power Delivery. Сверху у нас разъем microUSB подключения к ПК, такой индикатор OK. Такая крутилка, переключалка нажимная. Она у нас выполняет как бы функции компьютерной мышки. И кнопка Back. Далее сами разъемы USB. Как видите, подсвет это мощный USB. Это даже можно заметить по двум большим контактам питания. И с другой стороны также входной разъем USB, также с мощными контактами. К компьютеру мы можем подключаться, чтобы работать через специальную программу, а также для подачи внешнего питания, что позволит нам более точно померить характеристики зарядок и аккумуляторов. На задней стороне USB тестера пластиковая крышечка, под которой спрятан Bluetooth-модуль. Через Bluetooth мы можем подключиться к смартфону и мониторить все измерения уже в приложении через смартфон. Позже я покажу, как это работает. И здесь мы видим 4 шестигранных винтика, открутив которые можно разобрать устройство и посмотреть, что там внутри. Что же, давайте включим устройство. Для этого просто подключаем его, например, к любому зарядному устройству. И первой зарядкой я взял старую зарядку моей видеокамеры, которую, собственно, я сейчас и снимаю. Просто вставляем в USB-вход, видим надпись FNIRSY, и наш тестер сразу начинает мониторить эту зарядку. Так как нагрузки к ней не подключено, измеряется только напряжение 5 вольт, как и заявлено, чей показывает температуру 27,6 градуса. Давайте подключим нагрузку, собственно, это камера, на которую все это и снимается. Зарядное устройство обычное, 1 амперное. Ток сейчас меньше, приблизительно 0,6-0,7-0,8 ампера. Не знаю, возможно, и потому что камера сейчас в работе. Ток у нас это вторая строка. Третья строка – мощность. Ну, мощность у нас просто напряжение умноженное на силу тока. Как видите, все показатели у нас показываются с точностью до пятого знака после запятой. Но это, наверное, скорее маркетинг, потому что точность измерений по характеристикам 0,2% у вольта и 0,5% у тока. Что, конечно, намного больше, чем пятые знаки после запятой. Дисплеечек, кстати, приятный такой, яркий. Яркость можно регулировать. Давайте посмотрим следующее окошко. Для этого просто передвинем колесико вправо. Здесь у нас есть окошко с теми же характеристиками, только добавлены еще другие параметры. Также здесь идет подсчет потребленных нагрузкой суммарной мощности и тока в амперах в часах. Ну, то есть, можно сказать, емкости. Что, кстати, весьма удобно. Можно прервать процесс заряда и продолжить его позже. Кранчик погас. При этом подсчет продолжится в последних значениях. Всего, кстати, доступно 10 блоков для хранения данных. Сейчас мы используем первый. Можно переключаться между ними при каждом новом измерении. И, например, стирать ненужные, что весьма удобно. Давайте посмотрим следующий экран. Здесь у нас осциллограмма, которая показывает напряжение и ток во времени. Как видите, желтое у нас. Напряжение довольно стабильное, а ток у нас скачет. В среднем сейчас 0,9 ампера. Можно нажать паузу, если нужно что-то померить. И продолжить дальше измерения. Конечно, тут можно менять различные параметры. Я планирую сделать подробное видео про USB-тестеры. Там я об этом расскажу. Если вам интересно, можете поставить лайк этому видео и написать в комментарии. Это можно сказать режим осциллографа. Вообще, фирма FNIRSI известна своими осциллографами. Так что они используют его и в своих USB-тестерах. Но, конечно, более точно работает с осциллографом. Лучше, конечно, при внешнем питании. Чтобы шумы зарядки не влияли на результаты измерений. Ну и последнее окошко у нас приложение. Различные фичи, функции этого USB-тестера. Здесь у нас окно делится на 4 меню. Нажимаем центральную кнопку. И далее влево-право двигаемся по этим под окошком. Первый у нас FastChart. Заходим. Читаем предупреждение. Здесь у нас проверка устройств. Быстрый зарядки. Есть автоматическое определение протокола. И есть самые различные протоколы. PD Trigger. QuickChart версия 2.0. 3.0. Huawei протоколы быстрой зарядки. Самсунговские AFC. VOOC Warp. VOOC 1.2.0. И в общем все. Следующая под менюшка у нас статистик. Первое под меню энергетическая статистика. Второе расчет емкости батареи. И третье запись работы в автономном режиме. То есть можно записывать данные, потом их анализировать. Записать, кстати, можно 9 часов. И потом оценить измерения. Зайдем в под меню емкости батареи. Но это нужно для тестирования аккумуляторов. Сейчас здесь мы можем видеть, сколько ампер часов наша зарядка отдала видеокамере. Далее под менюшка Toolbox. Так называемый ящик с инструментами. Здесь самые различные функции. Проверка кабеля. Power Delivery. Listener. Не знаю, прослушиватель. PD-конвертер. Он нужен, когда мы используем зарядное устройство QuickChart. Например, какое-нибудь андроидовское. А подаем на PD-устройство, какое-нибудь Apple-овское. Далее USB-C E-Marker. Это работа с кабелями E-Marker. Такие USB-кабели с чипами, знаете? Про кабели я бы тоже хотел снять отдельное видео. Какие они есть, какие лучше. Если вам интересно, напишите в комментарии. Также работа с Dash-кабелями. И подключение Soft-Dash-кабель. И Soft Apple 2.4 А. И последнее под меню настройки сеттинг. Основные настройки. Яркость дисплея регулируется от 1 до 100%. Яркость в режиме ожидания. Время ожидания. Перехода в режим ожидания, так сказать. Частоту обновления можно выбрать. Низкую, среднюю и быструю стоит средняя. Температура в градусах Цельсия. Язык английский. Можно выбрать китайский, если хотите. Русского нет. Но возможно будут прошивочки и появится русский язык. Далее G-сенсор. Это датчик силы тяжести для распознавания направления, чтобы можно было поворачивать устройство и удобно смотреть на экран. Загрузочная страница. Какой-то Touch Tone. Идем в следующую настройку. Это настройка записи. Здесь у нас время записи кривой на осциллографе. Максимум можно установить 9 часов. И всякие другие различные настройки. Статистический порог тока. Время настройки энергии. И одним махом можно удалить все записи. Следующая настройка триггеров. Время запуска. Различные моделирования на загрузке. Аналоги ускорителя. Dash. Apple 2.4. Настройка System. Возврат к заводским настройкам. И менюшка About. Модель, версия программы. Версия 0.40. Но прошивку, кстати, можно будет обновлять через компьютер. Давайте теперь подключим наш тестер к мощной быстрой зарядке, которая поддерживает много протоколов. И посмотрим, определит ли тестер эти протоколы. Заходим в FastChart. Посмотрим, что автоматически определит. Видим, что Apple'овские QuickChart'ы, Huawei'овские протоколы, в общем-то, поддерживаются. И определены. Конечно, для полноценного теста зарядок, пауэрбанков или, например, тестирования мощных кабелей, нужно приобрести еще USB-нагрузку, которая и будет нагрузкой USB-тестера. Ну, а так можно посмотреть, например, протокол QuickChart 2.0. Позадавать напряжение. В QuickChart 3.0 можно задавать напряжение от 3.5 до 20 Вольт с градацией в 0.2 Вольта. Применение USB-тестера на самом деле можно много найти. Например, померить емкость батареи вашего смартфона. Для этого здесь задаем напряжение, которое питает наш смартфон. Эффективность заряда стоит по умолчанию 90% КПД. Ну, точно мы, наверное, никогда и не знаем. И выводится результат в ампер-часах, на сколько ампер-часов зарядилась измеряемая батарея. Также я говорил, с этим тестером можно работать через Bluetooth. Для этого нужно установить такую программку в Нильси. Ее, кстати, в Play Маркете нету. Можно скачать с их сайта. Ссылку я оставлю в описании. Скачиваем. А пока файл. Просто переносим смартфон. Устанавливаем. Через Bluetooth он сразу находит наш тестер. Даже показывает уровень сигнала. Жмем соединить. Далее входим в программу. И жмем запуск. Также у нас выводится здесь осциллограмма. Все данные, которые, конечно же, можно сочетать с USB-тестера. Но кому удобнее работать со смартфона, такая функция будет интересна. Также можно задавать протоколы. Крикчарды. Huawei, Samsung. Подавать различные напряжения. И измерять емкость батареи. В общем, все практически то же самое, что можно сделать из самого USB-тестера. Кстати, забыл сказать, что можно тестировать также и такие 1850 аккумуляторы напряжением 3,7 вольта. Для этого, правда, нужны переходники с клемм на USB. В общем говоря, устройство довольно интересное. Управление интуитивно понятное. Удобное. Управляется двумя этими кнопками. Быстро привыкаешь. Спектр применения устройства довольно широк. Конечно, обычному пользователю на постоянной основе понадобится не более пару функций. Но, например, измерив емкость аккумуляторов или пауэрбанков и убедившись, что они не соответствуют заявленным характеристикам, благодаря этому USB-тестеру можно подать претензию продавцу и вернуть деньги. Тоже такое практическое применение. Конечно, я сегодня многого не показал. Но если вам интересна вообще тема USB-тестеров, напишите об этом. Я тогда сделаю подробное видео о них. Пишите в комментарии, что думаете про этот тестер, пользовались ли вы уже им, как он себя показывает в работе. Можете поставить лайк этому видео, это поддержит наш канал. Продается этот тестер на Алиэкспрессе на официальном магазине компании FNIRSI. Ссылку тоже ищите в описании. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока.